То есть самое интересное место, где мы находимся, это район вокзала, ну практически район вокзала. Тут расстояние от Карла Маркса до Ленина, ну примерно метров 350, может быть даже меньше. То есть самая та точка, где все это дело стремится к нашему месту, откуда раньше все приезжали в город Магнитогорск. То есть раньше здесь ходил паровоз, прямо здесь он ходил паровоз. Вы не помните, я-то помню. И, конечно, мы показываем то место, докуда вы можете дойти совершенно легко и красиво. Прямо посередине, ну практически посередине он находится. То есть с Карла Маркса и с Ленина никаких проблем. Заходим, получаем, а получаем что? Получаем то, что нам необходимо. Это качественные и вкусные продукты. А вот это мне нравится. Что мне нравится? То, что магнитогорцы могут получать удовольствие прямо рядом с домом. Причем это удовольствие конкурирует с сетевиками качеством. Конкурирует с однокашниками удовольствием для покупателя. Сетевики просто продают заморозку. Однокашники не делают материал для горожан. И все. Мало того, сетевики продают неизвестное удовольствие за несусветные деньги весом не в килограммах, а в граммах. А здесь-то все по-другому. Все от и до. И это мое любимое мясо. И мой теперь уже интересный адрес Московская, 22. Какая это прелесть. Какая это прелесть, когда все это дело располагается рядышком с моим домом. Рядышком с моим домом, да, да, да. Не так далеко. Вот я здесь живу на Московской, 16. То есть бегать-то никуда не нужно. Я спокойненько зайду на Московскую, 22. Это прямо рядышком со мной и возьму то, что мне нужно. Теперь вопрос, какие вещи себе возьму здесь. Да, да, да. Когда мне говорят, что можно использовать копытцы, я наверняка попробую взять копытцы все-таки из-за разряда конины. Положу все это дело в микроволновку на 3-4 часа и пойму то самое большое удовольствие. Потому что вы даже не представляете, что это возможность. Теперь вопрос другой. Если мы конин добавим еще, чуть позже здесь появится баранина, то мы уже сделаем в микроволновке, не в микроволновке, прошу прощения, это скороварки. О, да, 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 скороварка, милая штука. То есть мы уже можем сделать чем? Мы можем сделать бешбармак. А если туда еще добавим колбаску, конскую, которая здесь тоже есть, то получается дивное удовольствие. То есть мы получим то самое уникальное мероприятие, которое вы можете вкушать дома. Даже не говоря о том, что я чуть-чуть, естественно, у меня проблемки возникают в связи с тем, что я немножко из разряда тюрков. Мой папа был чуваш, естественно, он крещеный чуваш, но тем не менее, давайте все-таки определимся. Мы можем есть то, чем мы питаемся. Давайте не будем говорить про слово веганы, это не для нас. Мы должны кушать. И можно купить и баранину, и конину, и свинину, и многое чего вкуснейшего прямо здесь, на московской 22. Итак, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить немножко о том, что как бы, ну, говядина, баранина немножко в цене пошла вверх. И наша проблема, проблема в чем заключается? Проблема в том, что это все-таки те вещи, которые вкушают сено. А вот, давайте все-таки обратим свое внимание, вернемся на круги своя к тому самому моменту, когда все было красиво и ровно, когда мы не занимались сельским хозяйством здесь вообще. Если вы не помните, это вы все можете посмотреть в Википедии достаточно. А лучше еще каких-то очень хороших энциклопедиях, как мы жили здесь на Урале. Так вот, здесь на Урале мы выращивали баранов, здесь на Урале мы выращивали говядину. То есть вы сейчас можете плюнуть на все это дело, естественно, и сделать самый грамотный вариант. То есть берете себе спокойненько машинку под названием Нила и этим делом и занимаетесь. И давайте все-таки забудем про слово пенсия, потому что в свое время был такой замечательный человек, который за 8 лет восстановил всю разрушенную европейскую часть Отечества после второй мировой войны, кто шлепнул доллар так, как было необходимо, то есть он его уравнял, ну практически в никуда. Да-да-да, был такой человек, не в курсе событий, зря. И который сказал, что в принципе люди в 50 лет здесь просто усосаны, понимаете. Я уже к тому моменту подхожу, уже четко говоря усосанный. То есть давайте все-таки обратим, этого же мы не будем говорить, да, то есть можем ли мы это перевернуть обратно или нет. Но зачем это все делать, когда вы можете спокойненько в пределах, ну, 20-30 километров взять себе дом и спокойненько заниматься. И никакая вам пенсия не нужна будет. Вы за один заход, за один заход, представляете сколько, то есть взяли 20 барашков, ну, может быть 50, взяли нормальных бычков, таких откормленных, лучше Геррифордовских. Ну, там два года приходится с ними позаниматься, но вы понимаете, да, что за год вы получаете новую отечественную машину, за два года получаете иномарку. Новую, красиво, да, 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 да. Ну, а где? Естественно, Магнитогор все это дело скушает, потому что Магнитогор знает свое замечательное в качественное мясо. Итак, давайте все-таки определимся. Я не сильно люблю наших сетевиков. Я вообще противник этого дела, мы что, сами не умеем это делать? Ну, они говорят, и вот эти сейчас сетевики стали везде и всюду. А зачем? Неужели не понимаете, что как бы, ну, магнитогорские специалисты, они и так вас хорошо покормят? Просто было-то время. Ну, сегодня время стало немножко другим. Сегодня те, кто вам предлагает качественное мясо, свое нормальное, домашнее, естественное мясо, они перешли, и раньше это было, допустим, возле... Была у нас такая штука, называется центральная ярмарка, но не та самая центральная ярмарка. Она была прямо напротив городской администрации. Тоже не помните? Зря, кстати. Сегодня все это дело перешло туда, куда сказал Виктор Филипп Ильич Рашников. Может быть, это хорошо. Но давайте все-таки определимся, где мы будем есть вкусное, качественное и замечательное. То, что для вас приготовлено, то, что для вас свежеохлаждено, а не заморожено. Эту мы сейчас тему в другом месте будем беседовать. Ну, так вот, что вы можете здесь сегодня и купить? Те самые замечательные пельмени. Причем, если мы будем говорить про пельмени, я смотрю, вот у нас есть пельмени сибирские. Там 70% говядины и 30% свинины. И не надо забывать, что все-таки это есть люди, которые все это дело лепят. Вот оно все красивое, своими руками сделанное, вкуснейшее, изумительное. Есть вариант мусульманских пельменей, там чуть-чуть дороже, но конина и та же говядина. То есть, но цена сама пельмени, они, конечно, дешевле. Но и тут же надо понимать, о чем мы говорим. О том, что все это делается в городе Магнитогорске, Магнитогорскими руками. И мы будем говорить о самых вещах очень вкуснейших. Вот она, вот эта самая моя любимая конская колбаса. Да, я вам только что про нее говорил. Вот она, офигенная, тоже сделанная здесь же. То есть, там вообще все красиво и ровно. Ну, естественно, ливерная колбаса. И слово о том, что если вы здесь хотите что-то реально попробовать, то вот, пожалуйста, настоящее сало. Приходите, сегодня можно. Я его люблю, потому что... Сейчас объясню. То есть, если вы пришли и посмотрели, и уровень сала не... Или три, или четыре. То вот там, где уровень сала больше, это настоящее деревенское мясо. Они бройлерные. Я не против бройлерного мяса, но это у меня не самый лучший вариант. Тогда здесь мы покупаем то, что нам нужно. И можно попробовать то самое сальцо. Вы не частый гость, да? Первый сюда пришли, да? Я просто увидела шарики. Просто увидели шарики и сразу купили сердце свиное, да? Ну, что-то надо было приобрести, посмотреть цены. Просто я здесь проживаю. Да, да, да. Я тоже здешний человек. Вы не впустите, я живу в Московской 16, прямо здесь. А я 24 другого. То есть, приятно все равно приятно, да? Ну, все. То есть, можно брать, да, Витя? Да. То бишь, я хочу настоящие пельмени. Вот они, свежие. Я не могу купить несколько килограмм. Да нет, проблема. Здесь распилят. Вот как. Да, господа мои. Да, господа мои. Это только прямо передо мной слеплено. Мы сейчас ее опустим в шоковую заморозку. Побыстрее. И самая забавная ситуация заключается в цвете теста. Обратите внимание на цвет этого теста. Здесь настоящие, замечательные яички присутствуют. Это сделано своими руками в городе Магнитогорске. Здесь, на Ленина 33. Это еще одно подразделение того самого мясного бутика. То бишь, вот это все сделано своими руками. Лично, своими руками я верю человечка. Вкусно, замечательно, изумительно. И это все свежее. Можете просто прийти и купить то, что в цене, вопросы, не стоит тех космических денег. Потому что это свежее. И собственные говядины, и собственные конины, и собственные свинины сделаны. Вот так вот все здесь делается. А то, а то. Я не могу взять целиком кусок мяса большой, правильно? Мне надо не сильно много. Не сильно много мне надо. И давайте все-таки определимся, что есть магазины, которые вам втирают. А есть магазины, которые для вас работают. Давайте все-таки определимся с этим магазином, который для вас работает. При меня сейчас забрали мясо. И вот-вот мне его разрезали. Столько, сколько мне нужно. И вы знаете, вот это я отправлю для пельменей. Ну, могу свои сделать. Хотя могу здесь их купить, потому что разницы не вижу никакой. Просто, ну, может быть, мне легче это делать. Для дома то. Но не каждый же это дело может. Для этого может спокойненько купить вот здесь пельмешки. А вот остальное, а вот остальное я могу использовать на замечательный бульончик. Из которого я сделаю, либо, к слову о том, я могу сделать много вещей. И вы думаете, что я только думал о щах, борщах и остальных вещах? Нет, господа мои, я использую интернет. И это для меня тоже интересно. Теперь другой вопрос. Мы сейчас будем говорить о сути наших событий. Суть наших событий, это называется посты. Но давайте все-таки определимся, сколько человек мы похороним. Вы смотрите на того человека, у которого приговор-то уже давным-давно сделан. То есть я живу только благодаря Господу Богу нашему. Я молюсь на Него, естественно, сегодня и всегда, и постоянно. И как бы вам сказать-то? Мне говорят, ты же болен, забудь про слово пост. К слову, забудь про слово пост, это не только в православии, это и в мусульманстве. То же самое, если у вас какие-то проблемы. Поэтому мы не будем говорить о слове пост. Нет. Вы должны понимать, что если после 60 лет, и после 50 лет, и после 40 лет у вас ничего не болит, это хорошо. Но не все так умирают, поверьте мне. И поэтому давайте не будем говорить о других вещах. Потому что все религии также говорят, если у тебя проблемы, это вам не нужно. И мы готовы кушать то, что дает нам наше сельское, уральское, южноуральское. Ну, практически рядышком с Магнитогорском. Если будем чертить от города примерно 200 километров, то вот это то, что должно быть. Это все замечательным образом охлаждено, а не заморожено. К слову, процедура заморозки это тоже не самый лучший вариант. Когда все мясо, ну, начинает разваливаться. Вот, что вы должны брать в том количестве, в котором вам необходимо. И здесь есть замечательная пилка, которая вам это дело сделает своими руками и очень качественным специалистом. Интересная тема. Мы сдвигаем сетевиков. Они прямо тут рядом. И поверьте, даже на Ленина 33 в центре Ленинского района цены вполне адекватные. Мало того, здесь все именно для жителей Магнитогорска. Как нужно и для каждого. Все-таки ценники и место-то интересное, да ведь? Ленина 33 и Московская 22. То место, где вы можете взять идеальный вариант для семьи, для души и для удовольствия. При этом все это делается именно для вас. Это замечательное, наше любимое уральское мясо. Наши замечательные, любимые уральские пельмени, сделанные здесь своими же руками. Я считаю, что при богатстве другого выбора ходить, может быть, и не стоит-то куда-то. Потому что своими руками сделано то, что должно радовать нас, меня, супругу. От меня до Ленина 22 один дом. От моего сына до Сюдова два дома. Вот куда необходимо ходить. И, в принципе, все, кто ездит и кто смотрит, могут это сделать. Заедите и посмотрите. Мне так сильно нравится.